Друзья, всем привет! Давайте ненадолго отвлечемся от серьезных новостей и посмотрим, что интересного произошло во всемирной паутине. Сегодня покажем вам, как максимально быстро спровадить незваных гостей. Поймете, что матрас не такая уж безобидная вещь, а еще объясним, почему в самолетах нужно обязательно пристегиваться. В зоомагазине Умка товары для собак, кошек, грызунов, птиц. Все, что нужно для вашего питомца, а также большой выбор аквариумных рыбок. Зоомагазин Умка, проспект Ильича, 11. Летом как-то максимально начинают быть заметны различия между людьми. Именно когда становится жарко, люди начинают делиться на тех, кому душно и тех, кому дует. На тех, кто больше любит арбузы и тех, кто дыни. На тех, кто ест окрошку на квасе и тех, кто на кефире. Но вот кого все не любят однозначно, так это надоедливых комаров и мошек. Но нам, по сравнению с жителями Ханты-Мансийского автономного округа, еще очень повезло. Там насекомые покрывают все ровным слоем, бесконечно кусаются и, что самое мерзкое, жужжат днем и ночью. Для борьбы с кровососами власти установили специальные приборы-ловушки, которые имитируют запах человека. Но, как мы видим, это мало помогло. А это Кувейт. Там не выживают не только комары, но и дорожные конусы. Жара в 50 градусов превратила их в некое подобие желе. Что происходит с людьми, даже представлять не будем. Но, судя по тому, что оператор пока еще жив, некоторые могут существовать и в адовом пекле. От жары, судя по всему, могут поплыть не только дорожные конусы, но и мозги у некоторых людей. В одной из краснодарских квартир зоозащитники обнаружили около 50 кошек. Собственница забирала хвостатых с улицы и тащила домой. Особо за ними не следила, кормила через раз и уж точно не заморачивалась за ограничение их численности. Постоянно женщина в квартире не живет, потому ее такая ситуация вообще-то не смущает. В отличие от соседей, они жалуются в разные инстанции, но пока, к сожалению, без особых успехов. Но котов в квартиру хотя бы звали, а вот этого наглеца не приглашали и поэтому велели немедленно покинуть вечеринку. Косолапый такому приему был, мягко говоря, не рад и не спешил уходить. И даже чуть не затеял драку, ударив мужчину лапой по ноге. Но человек остался непреклонен, указал на дверь. Пришлось понуро блестись домой. Хотя допускаем, что медведь пошел искать более гостеприимный двор. В неловкие ситуации попадают, кстати, не только чересчур общительные медведи, но и водители. Почему так происходит из-за невнимательности, из-за пофигизма или еще чего, не знаем. Но предлагаем вам посмотреть на результат. Как нам кажется, за это ДТП нужно точно вручить какую-нибудь премию. Самая странная авария, например, или как попасть на ремонт двух машин за одну секунду. Не исключено, что у странного водителя была какая-то личная обида на владельца протараненного авто. Но вряд ли. В любом случае, получилось так, как получилось. Конкуренцию первому автомобилю может составить разве что вот эта дамочка из Бразилии. Только посмотрите, как она подкатила на заправку. В таком положении женщина проехала примерно 50 метров и встала ровно люком бензобака у колонки. Автоледи понадобилась медицинская помощь, ее отвезли в больницу. А еще в машине был котейка, его тоже на всякий случай забрали на обследование. Но не всегда в фиаско виноват водитель. В Барнауле, например, авто практически провалилось в преисподнюю прямо с парковочного места. Сначала под машиной забил фонтан грязной воды, а после асфальт провалился и прихватил с собой в бездну кроссовер. Другие авто на парковке залило кипятком, но они хотя бы остались на поверхности. Как мы уже успели понять, лето это не только солнце, ягодки, цветочки, но и ураганы, смерчи, торнадо, комары и прочие неприятные вещи. А самое ужасное, что мы до сих пор не можем противостоять силам природы. Остается только мириться и смотреть видео, разумеется. Питер накрыла настоящая песчаная буря. Сильнющий ветер поднимает в воздух все, что плохо закреплено, включая людей. Конечно, многие поспешили укрыться в домах, но есть и те, кому максимально не повезло. Вот эта девушка, например, не успела добежать до дома и была буквально сбита с ног, пролетающей мимо матрасом. Не спрашивайте, почему там пролетал матрас? Не знаем, может с балкона у кого-то удуло. Как бы там ни было, девушка получила нехилый такой удар. Очевидцы вызвали скорую, медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Не повезло и пассажирам самолета, который попал в сильную турбулентность. Настолько сильную, что одного из летевших пришлось доставать с багажной полки, а все потому, что он не был пристегнут. Небесный аттракцион вышел боком почти 40 пассажирам. Они получили травмы разной степени тяжести. Но не обязательно лететь в самолете, чтобы разбиться. В Индонезии девушка выпала из окна фитнес-клуба и разбилась насмерть. На кадрах видно, что спортсменка не удержалась на беговой дорожке и угодила прямо в открытое за ее спиной окно. Девушку доставили в больницу с серьезными травмами, но спасти ее медики не смогли. Ну и вот этот ваш спорт. Каким чудесным образом отара овец оказалась на крыше, непонятно. Но она там оказалась. А спуститься уже не смогла. Эмоции хозяина, который искал стадо по всей округе, а обнаружил на крыше соседского сеновала, бесценны. Как животных спускали на твердую почву, история, к сожалению, умалчивает. Ну и на десерт наши любимчики, водители. Только благодаря им мы понимаем, что правила дорожного движения придумали не просто так. Только благодаря им начинаем эти самые правила соблюдать. И только благодаря им мы знаем, что на дороге нужно смотреть не только направо и налево, но еще и наверх. Потому что не хотим, чтобы было так, как на этом видео. Автолюбитель съехал со своей полосы и врезался в велосипедиста, да еще и с такой силой, что водитель двухколесного транспорта долетел аж до крыши остановки. Ситуация, конечно, максимально ужасная, надеемся, фатальных последствий удалось избежать. В культурной столице знают, в каком году родился Достоевский и сколько комнат в Зимнем дворце. Но не знают элементарных правил дорожного движения, а пора бы уже. Хорошо, что удар был не очень сильный и, скорее всего, байкер отделался ушибами. Но ведь в следующий раз так может и не повезти. Иногда ДТП может произойти на совершенно пустом перекрестке. И второго участника может не быть достаточно одного неудачного маневра. Максимально нелепая авария, если честно. Подростка отправили в больницу с черепно-мозговой травмой. Вот тогда совершенно на ровном месте. Иногда все настолько сильно надоедает, что хочется выключить телефон, запереться в квартире и просто побыть в одиночестве. Посмотреть хорошее кино, послушать музыку, приготовить вкусняшек. Да или просто посидеть в тишине. Но ведь обязательно найдется тот, кто испортит всю идиллию. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока!